Доброй ночи, наши уважаемые радиослушатели! В эфире радио МЭД-ФМ Ежа Сармат. И сегодня мы продолжим наши тематические эфиры, посвященные истории советской России и нюансам коммунистической идеологии. Напишите на стене о качестве звука. Те, кто не спит в столь поздний час. Да, у меня, кстати, какой-то проблем, какой-то проблем, да, моя родная русский язык, какая-то проблема с датчиком количества слушателей сегодня. Странно. Ну ладно. В общем, всех рад видеть на стене радио. В общем, на прошлом эфире мы поговорили немножко о Большом терроре, о том, как проходил Большой террор в армии, каких военачальников он коснулся. Сегодня мы, в общем, поговорим вплотную о том, что в советской историографии называлась «Великая Отечественная война» и о, собственно, поствоенном периоде развития советского государства. Но я думаю, что отдельно нужно все-таки какое-то внимание уделить личности Льва Давидовича Троцкого и тому, в общем, что с ним происходило непосредственно в преддверии этой Большой войны. Потому что, ну, на прошлых эфирах я говорил о том, что, в общем, Лейба Давидович Бронштейн, он же Лев Троцкий, такой революционер-подпольщик, который сначала начинал свою политическую карьеру как народоволец, а потом уже, в общем, примкнул к большевикам. Он сыграл очень знаковую роль в организации вот этого вооруженного большевистского переворота, в общем, и многое сделал для победы красных в гражданской войне, потому что это фактически создатель, организатор так называемой Красной Армии. Он, ну, в период самой революции, он руководил, собственно, советом рабочих, значит, депутатов Петрограда и, в общем, сама революция даже, да, дата революции Октябрьской, Октябрьского переворота приходится на его день рождения. Но потом, естественно, уже после революции, когда шло распределение мест в советском правительстве в будущем, то постепенно Троцкий уже начинал отходить на вторые, на третьи роли, потому что это был, конечно, блестящий политический публицист, который обладал, безусловно, литературным талантом, то есть, читать его интересно, и он, в общем, принадлежит к числу тех писателей, тех политических журналистов, которые могут увлекательно для читателя, интересно описать даже какие-нибудь там совершенно обыденные вещи, например, какую-нибудь там цифры статистики, что-то связанное там с хозяйственной жизнью страны, да, то есть, какие-то такие... Бытовые, хозяйственные, экономические моменты, но его литературный талант позволял даже это описывать увлекательно. Но проблема в том, что, во-первых, теории Троцкого, они в какой-то момент оказались не очень востребованы, потому что, собственно, все его мировоззрение уже поздних лет, как марксиста уже такого свершившегося, базировалось вокруг... Базировалось на идее мирового пожара, на идее перманентной революции. Но по факту с организацией вот этой вот пролетарской революции во всемирном масштабе возникли некоторые трудности, потому что вот этот мировой пожар, он все никак не хотел разгораться, да. И, в общем, в Германию прежде всего не удалось привнести пожар мировой революции, и это вызывало некоторые трудности, потому что, собственно, вот эти самые большевистские вожди, они были вынуждены работать в рамках уже, в общем, определенной локальной территории. И работать уже не только вынашивать какие-то планы того, как привнести этот самый мировой пожар в другие страны, в другие регионы, но работать над тем, как, собственно, поднимать экономическую, хозяйственную жизнь страны, как выводить из кризиса страну, которая была разрушена, собственно, гражданская война и так далее. И, с одной стороны, это была, конечно, тяжелая задача, трудная, с другой стороны, все-таки возникали какие-то проблемы, противоречия уже внутри разных фракций, вот этих самых, значит, представителей нового коммунистического истеблишмента, внутри уже, в общем, единой коммунистической партии возникали разные фракции, разные группы единомышленников, условно говоря, там какая-то левая-правая оппозиция генеральному курсу. Ну и, в общем, в итоге аппаратчики съели вот этих самых революционеров-фанатиков, если в двух словах, то есть, победили, в общем, те люди, которые консолидировались вокруг личности Сталина, а Троцкий, он, собственно, был со всех постов постепенно исключен, исключен из партии и, в общем, эмигрировал из страны сначала в Казахстан, потом в Турцию, в Париж и, наконец, в общем, в Мексику. И в этой связи возникает вопрос, почему Сталин, который... А, спрашивают, где ссылка на количество слушателей. Ну, я смотрю, собственно, через программу «Радиобосс», а здесь, как бы, проблема с этим, поэтому, в общем, у меня ссылки нету, но не суть. В общем, в связи с личностью Троцкого и последующими событиями его жизни возникал и возникает, в общем, вполне резонный вопрос, а почему Сталин, который планомерно избавлялся от своих политических противников, от оппозиционеров и от тех, кого он считал опасными конкурентами, да, ну, собственно, это очень длинный список, да, почему вот Сталин позволил Троцкому живым покинуть страну и писать, в общем, очень большое количество материалов против Сталина уже, когда Троцкий находился в эмиграции. Хотя, ну, конечно, какие-то акции против Троцкого устраивались, в частности, там, в Париже, по-моему, была организована, значит, был организован пожар в помещении, где Троцкий хоронил какие-то документы свои, там очень много трудов сгорело, уничтожено было, и, в общем, было организовано убийство сына Троцкого в Париже, да, то есть, в общем, какие-то акции против Троцкого все равно производились. Но все равно встает вопрос, а почему, собственно, вот Троцкого не убили, не умертвили, не послали сразу, да, к нему, в общем, каких-то наемных убийц или, там, оправителя с ядом. И на этот вопрос, как правило, люди отвечают, какие-то исследователи, историки, что, ну, влияние Троцкого как организатора Октябрьского переворота, как человека, который, собственно, сыграл не последнюю роль в гражданской войне, авторитет Троцкого был очень велик, и Сталин не мог просто так от Троцкого избавиться, просто так его, в общем, уничтожить, и поэтому ему пришлось позволить ему уехать. Но этот ответ, он, как бы, не может, собственно, нас удовлетворить, просто в силу того, что, на самом деле, Сталин в процессе своего восхождения к власти, он уничтожал не менее, ну, физически уничтожал, подвергал и не только гонениям, но и открытым репрессиям, и смертной казни, и не менее, скажем так, заслуженных революционеров из числа Ленинской гвардии. И поэтому здесь, видимо, должен быть какой-то дан другой ответ на этот вопрос, потому что, собственно, сначала Троцкому позволили уехать, эмигрировать из Советской России, значит, но потом все-таки в какой-то момент был разработан план его ликвидации, и после, значит, нескольких, в общем, неудачных покушений, которые происходили форсированно уже, когда Троцкий в Мексике находился, в общем, было произведено уже удачное покушение, когда Рамон Меркадер ударом ледоруба по голове, он, собственно, Троцкого Бронштейна ликвидировал. Так вот, собственно, в этой связи вопрос, почему, собственно, на определенном историческом периоде Сталин не предпринимал каких-то попыток, скажем так, заткнуть Троцкого и его физически уничтожить, а наоборот, собственно, приложил все усилия, чтобы Троцкий спокойно эмигрировал из страны, и, в общем, даже жил там где-то за границей, ну, не организовывая на него покушений, ни в Турции, ни во Франции, и вот только потом, ближе уже, собственно, к 1939 году, ближе к году смерти Троцкого, ну, он там, либо в 1940-м, он был ликвидирован уже окончательно, то есть, вот произошла серия вот этих покушений. Здесь, я думаю, что может быть дан такой ответ, что в действительности деятельность Троцкого, как уже такого оппозиционера вне партии, как человека, который яростно критиковал Сталина именно с позиции того, что Сталин отошел от идеи мировой революции и вообще не является последовательным марксистом, и что революция была предана, и что произошло перерождение бюрократическое внутри, собственно, советской правящей элиты. То есть, вот эта вся совокупность утверждений, которые Троцкий многократно, собственно, тиражировал на страницах своих, там, каких-то статей, которые он публиковал в разных источниках, вот эти все утверждения, они в действительности играли на руку Сталину, как это ни парадоксально. Потому что те люди, те аналитики, которые на Западе читали Троцкого, они понимали прекрасно, что, собственно, Троцкий – это не какой-то там человек с улицы, а это, по сути, один из выдающихся деятелей Октябрьского переворота. Это один из, значит, представителей высочайшей плеады вот этих самых большевистских вождей. И поэтому, даже несмотря на то, что он, собственно, находился в опале и был изгнан из советской России, то все равно к его мнению можно прислушиваться. Почему? Потому что его оценки ситуации внутри страны, они заслуживают внимания, потому что, собственно, это человек, который, в общем, находился на вершине власти в какой-то момент и знает советскую систему изнутри. И, с одной стороны, деятельность Троцкого, она имела сильный негативный характер для Сталина, потому что Троцкий, он, ну, как это, собственно, писалось уже в советской прессе, он предпринимает попытки по раскалыванию монолитного международного рабочего движения, которое симпатизировало коммунистам, симпатизировало советской России. Да, то есть Троцкий, он вносит некий разлад, когда он говорит, что революция предана, когда он говорит о том, что советская бюрократия отвернулась от, значит, светлых идеалов Октября, предала, значит, бюрократия советская память Ленина и, в общем, со всеми вытекающими последствиями. То есть, советская Россия не будет предпринимать никаких попыток организации всемирного переворота, да, мировой революции, мировой пролетарской революции в мировых масштабах. А что, собственно, вот советская бюрократия, она ориентирована и она сконцентрирует свое внимание на том, чтобы вот заниматься как-то хозяйственной жизнью внутри страны. То есть, с одной стороны, это раскалывало рабочее движение, потому что часть коммунистов, часть людей, часть интеллигентов, которые, допустим, симпатизировали коммунистической идеологии, они действительно прислушивались к Троцкому и они действительно, в общем, вставали на его позиции. И так, собственно, был организован так называемый четвертый интернационал троцкистский. Но проблема в том, что уже после смерти Троцкого вот это объединение, оно не получило какого-то массовой поддержки среди каких-то рабочих движений по всему миру. Этот самый четвертый интернационал, он тоже там несколько раз раскалывался. Ну, то есть, грубо говоря, лишившись Троцкого как такого своего харизматичного лидера, вот эти представители этого направления внутри, собственно, марксизма, троцкисты, они не смогли, в общем, придать своему движению какую-то массовость настоящую. То есть, по сей день вот эти различные троцкистские секты, они существуют разрозненно, они малочисленны достаточно, и они в основном занимаются борьбой друг с другом. То есть, они спорят между собой, кто из них правильный марксист, кто из них правильно понимает Маркса, Ленина, Троцкого, а кто проклятый оппортунист, сталинист и так далее и тому подобное. Но с другой стороны, вот эта деятельность Троцкого, она играла на руку Сталина, потому что она усыпляла бдительность, скажем так, западных аналитиков и бдительность западного истеблишмента. Потому что, если мы вплотную обратим внимание на то, какой был пропагандистский тон статей Троцкого и какая там была вообще смысловая нагрузка, то мы увидим, собственно, прямые указания на то, что Сталин не марксист, Сталин отошел от идеалов мировой революции и так далее. То есть, в принципе, это все усыпляло бдительность глав западных держав, которые, в принципе, понимая, что к мнению Троцкого можно относиться отчасти серьезно, они думали, ну, получается, со Сталином можно иметь дело. То есть, Сталин не будет предпринимать каких-то попыток агрессивной внешней военной экспансии. Сталин – это не какой-то марксистский фанатик, а Сталин – это вполне вот такой цивилизованный лидер, который пришел в процессе уже политической реакции, он перестрелял вот этих всех фанатиков марксистских из числа Ленинской гвардии, и поэтому, в общем, можно будет наладить с ним какой-то нормальный диалог на уровне внешнеполитических ведомств. То есть, Сталин – это не настоящий коммунист, это все как бы, в общем, некая ширма, да, идеологическая, марксистская. И, в принципе, это играло на руку Сталину с этой точки зрения. Поэтому можно сказать, что Троцкий, он был даже полезен таким образом для Сталина, хотя, ну, это парадоксальная такая точка зрения. Но в то же время, ближе уже к району 1939-го, к 1940-го года, когда уже, ну, собственно, к власти пришел Гитлер, да, и, в общем, гитлеровская диктатура в Германии, она более-менее укрепилась, и было понятно, что все это дело-то идет уже к большой войне, и, в общем, в 1939-м году уже, собственно, произошло нападение немцев на Польшу, и, в общем, ну, было понятно, что в Европе снова созданы предпосылки для большой войны, потому что по договору коллективной безопасности Британия и Франция объявили Германии войну. Они, конечно, воевать не торопились, воевать не очень хотели, и активных каких-то военных действий против Германии не предпринимали, но в то же время, собственно, обстановка политическая внутри Европы, собственно, на момент 1939-го года уже накалилась достаточно. И в этой связи тон статей Троцкого несколько изменился, потому что Троцкий начал писать про то, что, ну, сложившаяся в Европе ситуация, она достаточно выгодна для советской России, потому что, собственно, Гитлер, он, если он увязнет в войне на Западе, если он будет вынужден активно воевать с, значит, Францией и Британией, то, в общем, это весьма неплохо для Сталина, потому что разные вот эти, значит, капиталистические, фашистские, паллократические режимы, они как такой клубок змей сцепятся между собой, и они, значит, будут между собой вести войну, и, в принципе, для Сталина это вполне выгодная ситуация. А на момент 1940-го года, собственно, там Гитлер уже вел войну во Франции. И уже вот когда вот этот тон статей Троцкого резко поменялся, собственно, Сталин уже принял решение, что, значит, через Берию, через Судоплатова уже было принято решение о том, что нужно все-таки организовать покушение на Троцкого, да, Троцкого нужно уничтожить физически. То есть уже к моменту наступления вот этой вот большой европейской войны, там или там второй империалистической войны, Троцкий стал не нужен. То есть он свою роль как, значит, пропагандиста, усыпляющего бдительность западных держав, он себя уже в этом качестве исчерпал. И, в принципе, тот же самый Судоплатов в своих мемуарах, он указывает на то, что, значит, к нему уже в районе там, собственно, 38-39 года поступило. Так, что случилось? Пишут вылет. Так, что-то какие-то проблемы с сервером, что ли, происходят? Так, ну, если что, в записи все равно все будет слышно, господа, поэтому не волнуйтесь. Так, сегодня какие-то проблемы с сервером. Какие-то технические проблемы, но ничего страшного. Так, сейчас мы что-то сделаем с этим. Так, господа, напишите сейчас, слышно или нет. Нужно разобраться. Раз, два, три. Так, господа, сегодня у нас вечер технических трудностей. Коммунисты негодуют. Пишут какая-то задержка. Но я надеюсь, что программа Радио Босс все равно пишет. Давайте немножко подождем. Может быть, это как-то связано с задержкой, которая на радио теперь происходит. В общем, если меня слышно, напишите на стене. Я пока подожду. Так, интересно, сколько задержка. Пишут какая-то задержка. Так, интересно. Так, интересно. Пишут какая-то задержка.